Мы пришли два байкера, они с Подмосковья, он с Питера, Бабай. И мы с ним приходим, а он первый, он говорит, ну надо как-то договариваться, кто из нас. Бабай был подзывной свободен. Я говорю, ну раз ты первый идешь, ну на очереди за подзывным. И он взял. У меня как получилось, змей, это у меня прозвище армейское, у меня татуировка, змея. И змей мне прозвали. Бабай в переводе с татарского – дед. Владимира Сурикова так нарекли красноярские байкеры. Родился в Бурятии, в селе Селенго, в 60 километрах от Байкала. С 12 лет занимался боксом, тренером был его отец. Как у железнодорожника, у него была бронь, но Владимир ушел на СВО добровольцем. Узнав, что байкеры из подмосковных мытищ кинули клич отправиться на передовую, тут же поехал в Крым, где и познакомился с ребятами. Командир отделения пулеметного расчета анализирует, как менялась ситуация в зоне СВО с 2022 года. Через год совершенно кардинально по всему, по военной тактике, по обслуживанию, короче, всему поменялось кардинально. Потому что, например, когда мы заходили, вот сейчас с птичками, ну с квадрокоптерами, в Хохляцких висело круглосуточно 10, они менялись. У нас одна-две. Вспоминает боец и то, как встретился там с местным населением. В большинстве своем местное население, говорит Владимир, давно ждало российскую армию. Солдаты подкармливались стариков, отдавали продукты, гуманитарную помощь. Но были и те, кто нашего русского парня видеть не хотел. Один раз бабушка, одна я здороваюсь с ней, она мне говорит, говорит, ну что ты со мной здороваешься? Скоро наши придут, и вам всем здесь каюк, грубо говоря. Ну, поэтому я эту информацию передал определенным людям, чтобы с ней работали, потому что она могла выказывать наши позиции. Есть такое, да. Поэтому там разное-разное, потому что столько лет промывали мозги. Закаленный бурятский характер делится доброволец, помогал справиться со страхом. А страх, конечно, есть, и это нормально. Важно, чтобы он не был животным, признается Владимир. Спасала молитва, которую читал перед боем о спасении. После возвращения задания благодарил Господа, что остался в живых. На груди носил кулон, подаренный мамой. Столкнулся командир и с отчаянием со стороны своих товарищей по оружию. Были люди, которые прошедшие очень многое, воевавшие, но после каких-то военных действий, там, машину их как помяло, успели так. И человек загрузился и прям в себя ушел. Красноярец на СВО получил только контузию, которая не прошла бесследно. Левым ухом он до сих пор плохо слышит. О своим вторым днем рождения Владимир считает 31 декабря 2022 года. Бойцы решили устроить новогодний ужин. Около 10 часов вечера противник начал артобстрел. Первый снаряд накрыл стоящее рядом здание. И буквально за минуту бойцы успели спуститься на первый этаж. И мы только сбежали там буквально секунд 30-40. Я броня делал и к нам прилет. У нас крышу разносит второй этаж. Вот прям где мы буквально, вот где сидели. О ловкости и умении владеть собой в экстренных ситуациях научился Бабай благодаря своему экстремальному увлечению. Ведь в отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл – образ жизни. Практически каждый день. Кто-то подрежет, кто-то еще что-то. Где-то тебе нужно резко среагировать, оттормозиться, уйти в сторону, уйти от конфликта. Сейчас ветеран Союза добровольцев Донбасса занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи. Проводит спортивные мероприятия. На уроках мужества в школах и вузах объясняет, почему Россия начала специальную военную операцию. Марина Левачко, Юрий Веселков, 8 канал.